Всем привет! Сегодня у нас 13 сентября 2019 год. Показываю сорт крупноплодной сливы желтой, желтая фаска. Сорт болгарской селекции очень урожайный. Вот на самой верхушке где-то 2,5 метра последние сливы. Сейчас покажу ее потенциал плодоношения. Такие вот сливы очень крупного размера. Град наверно был. Вот такие вот. Сейчас будем рыбать, положить на веса. Хорошо показывает себя именно урожайностью своей, крупным размером плодов, товарностью. Так вот он грузится полностью от верха до низа. Есть вот единичное подгнивание плодов. Это, конечно, небольшой минус его. Ну а так, в принципе, достойный сорт. Сейчас снизу покажу вверх, сколько висит слив на ней. Это при этой загрузке. Размер слив, естественно, довольно-таки крупный. У самой земли. Вот так вот сейчас покажу. Можно сказать, на земле лежу. Очень урожайный сорт. Все ветки. Он уже спелый. Дотрагуясь, а начинает падать. Все ветки загружены отлично урожаем. В руке. Вот такая вот сливка. Иду сейчас подальше. Покажу. Сорт довольно-таки устойчив к грибковым заболеваниям. Даже отмечено к шарке сливы. Тоже средняя устойчивость у него. Сорт мне нравится за то, что он очень быстро входит в плодоношение. Довольно компактный сорт. То есть хорошо сам себя, можно сказать, формирует. Растет средняя. Сильно. Так вот он. Хочется показать всем, как он хорошо грузится. Сколько несет на себе плодов. Вот можно видеть, какая урожайность этого сорта. Сорт советую всем. Сорт крупный, товарный, сладкий и вкусный. Сейчас я его буду обрывать. Он уже, в принципе, частично спелый. Можно его кушать. Ну и также он может лежать в темных помещениях около 2-3 недель. Я его буду ложить в подвал. И оттуда уже будем потихоньку его кушать, употреблять. Отличный поздний сорт. С хорошим потенциалом. Можно видеть. Специально, может быть, я растягиваю видео. Но хочется мне показать, сколько его действительно много. Вот рядышком сорт Анжелена. Тоже вся увешана урожаем. Ну и еще висеть и висеть. Это очень поздний сорт. Его можно потреблять до Нового года. Срыв плодов этого сорта будет где-то в 10-х числах октября. Я в том году срывал в 10-х числах. И в этом буду 10-х срывать. Первый раз, когда он у меня заплодоносил, то я срывал 26-го или 27-го сентября. Но это рано. Для моего региона. Город Кременчуг. Так, а вот рядышком желтая фаска. Красавица, конечно. Сколько ее висит. Отлично. И вот рядышком тоже вся облеплена диплоидная слива или алыча. Барон Голд. А за ней я тоже сниму. Чуть-чуть попозже видео. Тоже такие годы висят. Некоторые еще и зеленоватые. Некоторые уже поспели. Я уже срывал, пробовал тоже сладкое. Это из поздних сортов. Так. Это у нас желтая фаска. Так, сейчас нарвем и будем положить на веса, пробовать, какая она в этом году по весу и по вкусу. Так, давайте посмотрим, какой в 2019 году вес этой сливы. Сейчас каждую сважим. 79, 95, 89, почти 90, 95. До такой нагрузки вес отличный. В том году было меньше плодоношения, гляньте, как я слива. То вес был у нее до 135 грамм. В этом году чуть-чуть меньше вес. Все равно я ее не нормировал. Получается, с весом чуть-чуть потерял. Все равно для такого срока под 100 грамм плоды, я считаю, это отлично. Так, сейчас разрежем, посмотрим, какая у него мякоть. Вот если сливку натереть, такого она и цвета, желтенького, красиво. Стереть плыльновый налет. Вот такая красавица. Даже ты падаешь. Желтая фаска. Вот так. Сейчас мы ее разрежем, попробуем. Посмотрим. Вот такой вот вид у нее имеет, обтертый. Так. Видно, сок капает. Сочный сорт. Косточка, в принципе, отделяется хорошо, я так понимаю. Сейчас попробуем и разрезать ее, и разлупать. Вот такая вот. Давайте разглупаем. Сока много. Ой, блин, на весы капают, да, много сока. Ну, косточка не полностью отделяется, или полностью оно. Ну, вот так вот она отделяется, с кусочком мякоти, с небольшим. Так. Очень красивая мякоть у нее. Такого аппетитного прям вкуса. Прям хочется ее попробовать. Класс. Полностью спелый плод. Давайте посмотрим сок. Чтобы было видно. С ней все течет. Просто кайф. Сорт отличный. Сейчас пробуем на вкус. Медовая такая слива. Очень сладкая. Очень сочная. Мякоть с легкими волокнами. Вот идет. Чуть-чуть волокнистая. Шкурка хрустит. С легкой кислинкой шкурка. Очень сочный сорт. Такой десертный. Десертно сладкий. Кто любит очень сладкие сорта. Реально как мед. Кому понравилось видео. Обязательно ставим палец вверх. Это помогает моему каналу продвигаться. И стимулирует меня на показ новых интересных видео. Показываю этот сорт второй раз. Буду показывать еще в следующем. И через год. Именно плодоношение. Как он себя показывает из года в год. С периодичностью нет. Болеет он, не болеет. То есть проводились по этому сорту конкретно 4 обработки. Пару обработок я проводил от червя. И пару обработок проводил от грипповых заболеваний. Плюс одну обработку проводил. Значит 5 обработок проводил. Препаратом свитч. На всякий случай. Чтобы не гнил. Потому что бывает. Бывает может и подгнивать. То есть. Ну а так в целом. Можно вырастить. С минимальными обработками. Вот такой вот товарный. Шикарный вкусный сорт сливы. Желтая фаска. Сорт перспективный. Надеюсь кто не посадит себе сад. Будет им очень доволен. И по вкусу. И по виду. И по товарности. Тем более поздний сорт. Уже как бы мало каких сортов есть. Тут остались единицы в моем саду. Это Рубикранч. Это Анжелено. Это Лориен. Байрон Голд. И румяной зорьки чуть-чуть осталось. Что можно кушать. А так уже все отошло. Это последние можно сказать. Сливы. Которые мы будем кушать в этом году. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.